В преддверии Дня строителя, который будет отмечаться в это воскресенье, глава региона встретился с представителями крупнейших застройщиков. Говорили о том, как развивается отрасль сегодня. Цифра в 4 миллиона квадратных метров жилья в год, которые сегодня строят на Кубани, под стать олимпийским рекордом. Кстати, Олимпиада в Сочи позволила строителям край не только упрощнить свои позиции на рынке, заработать хорошую репутацию, но и приобрести опыт строительства современных зданий по самым передовым технологиям. Применять опыт, наработанный в Сочи, Александр Ткачев призвал теперь и в Краснодаре, где уже полным ходом идут масштабные работы по благоустройству. Кроме того, губернатор напомнил о том, что обустраивать, делать комфортным для жизни горожан, нужно каждый возведенный жилой комплекс. Нормы сегодня нововили, и кому-то нравится, кому-то не нравится, но мы обязаны с вами делать паркинги. Мы обязаны думать о том, где будут детские площадки. Мы обязаны думать о том, какие будут медицинские учреждения, о том, чтобы власть из нас построить школу, детские садики и так далее. Поэтому у меня просьба, коллеги, это тоже с учетом того, что Краснородский столичный облик. Мы все здесь основном живем в нашем городе, и он нам не безразличен. Мы хотим, чтобы он действительно звучал, как это произошло в Сочи. Мы же своими руками это сделали. Руководители строительных компаний выразили готовность сотрудничать на благо краевой столицы. Опыт такой уже и есть. Крупные застройщики отремонтировали подземные пешеходные переходы в городе. Что касается недобросовестных строителей, тех, кто уродует город так называемыми самостроями, то, как подчеркнул Ткачев, отступать от утвержденного градостроительного плана ни в Сочи, ни в Краснодаре, ни в любом другом городе края власти не позволят. Конечно, мы все вместе должны с вами выстраивать политику против самозахватов, самозастройщиков, вот этого серого бизнеса строительного, который, безусловно, мешает развиваться всем тем, кто работает в белую. Понятно, что там некой социальной нагрузки, естественно, никто не платит ни за сети, ни за паркинги. И получается дешевый метр квадратный, который, безусловно, мешает и понижает цены, неоправданно, то есть недобросовестная конкуренция. И я вижу, как этот серый бизнес, он с каждым годом становится все меньше и меньше. И я считаю, что мы на правильном пути и все вместе должны эти правила установить. На встрече также отметили, что за последние годы в крае стали в разы больше строить социальных объектов, не считая созданной практически с нуля спортивной инфраструктуры в регионе. Ежегодно строятся десятки детских садов, школ, больниц, поликлиник и жилья для граждан годной категории. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ